Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу 5 простых приготовлений салатов с помидорами. Салаты несложные и на приготовление уходит примерно 10 минут. Все салаты вкусные по-своему и я думаю каждый найдет подходящий рецепт. Первым приготовим салат Минутка. Это легкий и вкусный салат, который сможет приготовить каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 300 грамм отварного куриного филе нарезаем кубиками. Куриное филе можно заменить другим мясом или колбасой. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Два средних помидора разрезаем на четвертинки. С каждого кусочка вырезаем семена, чтобы в салате не было лишней жидкости. Мякоть помидоров нарезаем кубиками. Два вареных яйца нарезаем кубиками. 100 грамм майонеза перекладываем в кулинарный мешок, чтобы было удобно его наносить на салат. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Миску, в которой будем складывать салат, выстилаем пищевой пленкой. Складываем в салат. Первым слоем кладем половину тертого сыра. И немного утрамбовываем его вилкой. Наносим сеточкой майонез. Вторым слоем кладем половину нарезанных помидоров. Сверху посыпаем зеленым луком. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Кладем половину нарезанного куриного филе. И выравниваем по всему слою. Сеточкой из майонеза. Кладем слой из вареных яиц. Выкладываем только половину. Опять наносим майонез. После этого повторяем все слои заново. Сыр, помидоры, зеленый лук, мясо и вареные яйца. Салат ставим в холодильник на 15-20 минут, чтобы он настоялся. Если нет времени, то этот момент можно упустить. Готовый салат переворачиваем на тарелку. Сверху для красоты посыпаем зеленым луком и кусочками помидора. Салат готов, можно подавать на стол. Салат минутка получился очень вкусным и сытным. Когда гости на пороге и нужно приготовить что-то вкусное, то этот рецепт салата точно вас выручит. Вторым приготовим гусарский салат. Салат готовится очень просто и быстро. Такой салат можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Три помидора среднего размера разрезаем на четвертинки и вынимаем семена, чтобы в салате не было жидкости. Мякоть помидора врежем кубиками. 150 грамм колбасы тоже нарезаем небольшими кубиками. Также измельчаем небольшой пучок петрушки. 50 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем нарезанные помидоры, колбасу, петрушку и тертый сыр. Салат немного солим и перчим по вкусу. Не забывайте, что колбаса и сыр уже соленые. Все заправляем двумя столовыми ложками майонеза. Перемешиваем и подаем на стол. Салат получился очень вкусным, сытным и по-летнему свежим за счет помидоров. Обязательно его приготовьте. Готовится он очень легко, а на столе смотрится очень аппетитно. Третьим приготовим салат красное море. Салат тоже готовится быстро, получается очень оригинальным и красиво смотрится на столе. Для этого салата понадобится примерно 200 грамм крабовых палочек. Каждую палочку сначала разрезаем вдоль на 4 части, а затем поперек тоже на 4 части. Нарезанные крабовые палочки кладем в миску. Один красный перец очищаем от семян и нарезаем полосками. Нарезанный перец перекладываем в миску с крабовыми палочками. Один большой помидор разрезаем на 6 долек. Затем с каждой дольки вырезаем семена. Мякоть помидора нарезаем соломкой. Подготовленные помидоры кладем в миску к салату. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Подготовленный сыр тоже кладем в салат. Также в салат добавляем 2 зубчика чеснока через пресс. Салат солим по вкусу. Не забывайте, что крабовые палочки, сыр и майонез уже соленые. Салат заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем. Салат Красное море получился ярким, сочным и ароматным. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Четвертым приготовим салат с курицей и помидорами. В салате всего лишь 4 ингредиента, а на вкус он просто изумительный. И к тому же готовится он ну очень легко. Сначала маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем полукольцами. К нарезанному луку добавляем 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки яблочного или столового уксуса. Все заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем мариноваться лук примерно на 15-20 минут, пока не остынет вода. 4 яйца разбиваем в миску. Яйца немного солим и перчим. Все перемешиваем венчиком до однородности. На раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла жарим 4 примерно одинаковых блинчика из замешанного омлета. Жарим недолго с двух сторон. Остывшие блинчики складываем по два и нарезаем брусочками. Отваренное куриное филе тоже нарезаем брусочками. 6 помидоров среднего размера разрезаем на 4 части. В каждой из четвертинок вырезаем семена для того, чтобы помидоры не пустили сок. Мякоть помидоров нарезаем полосками. В миску кладем нарезанное куриное филе, блинчики, помидоры и маринованный лук. Салат перчим. Заправляем двумя столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с курицей и помидорами получился вкусным и сытным. Его можно приготовить как на праздничный стол, так и на каждый день. Обязательно его приготовьте, тем более готовится он очень легко. И последним приготовим летний салат без майонеза. Такой салат готовится быстро, получается очень вкусным и никогда не задерживается на столе. Примерно 400 грамм свежих огурцов нарезаем полукружочками. Полкилограмма помидоров разрезаем на 4 части и нарезаем пластинками. Половину красной луковицы режем четверть кольцами. 200 грамм сыра фета нарезаем кубиками размером примерно 1,5 сантиметра. В миску кладем нарезанные огурцы, помидоры, добавляем одну банку консервированной кукурузы и нарезанный лук. Салат солим по вкусу, перчим, добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса и заправляем примерно 2-3 столовыми ложками нерафинированного растительного масла. Все перемешиваем. И в самом конце добавляем кубики сыра фета и аккуратно перемешиваем, чтобы сыр не раскрошился в салате. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень вкусный, ароматный и легкий. Такой салат всегда выручит, когда нужно приготовить что-то быстрое и вкусное. Обязательно его приготовьте. Если вам понравились рецепты салатов с помидорами, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!